Каждый день на протяжении 10 лет Баккат Ибраимов на своем микроавтобусе курсирует по маршруту номер 300 Новопокровка-Бишкек. За эти годы водитель сумел изучить каждый метр дороги. С 1 час и 5 минут, преодолев 60 километров, он пытается довести пассажиров с целости и сохранности до пункта назначения. С того момента, как пассажиры садятся в салон микроавтобуса, я понимаю, что за каждого из них несу персональную ответственность. Поэтому в дороге веду себя максимально аккуратно, соблюдаю все правила. Особенно при въезде в село Новопокровка, так как здесь дороги узкие и создаются различные помехи при вождении. И понимаю тех, кто игнорирует правила дорожного движения. На территории Чуйской области есть 43 фирмы-перевозчика и 182 маршрутных линии. 1650 микроавтобусов каждый день курсируют по различным маршрутам области. У нас на конечном пункте обязательном порядке есть контрольный механик, есть ферричный нарколог, который производит ежедневный осмотр транспорта и ежедневный медицинский контроль водителей, выезжающих на трассу. В случае, если водитель состояние здоровья не позволяет, то он не допускается к работе. Так же самое, если машина технически неисправна, то она не может выехать на дорогу. А также санитарное состояние, конечно, чтобы машина была чистая, чтобы пассажиры могли хорошо доехать до своего местного назначения. Перегруз и остановка в неположенных местах являются главными причинами аварии с участием рейсовых автобусов. За прошлый год было зафиксировано 1395 ДТП. Для минимизации количества автоаварий инспекторы ООБДД Чуйской области провели разъяснительные мероприятия среди водителей рейсовых авто. Наша основная задача сегодня, мы собрали всех руководителей, всех фирм, бригадиров, водительский состав, собрали для донесения, чтобы каждый руководитель, каждый водитель маршрутного такси, автобусного такси, перевозящего пассажиров, донесли до каждого водителя его ответственность. То есть ответственность водителя перед пассажирами, ответственность руководителя перед водителем. Напомним, что с 8 марта в стране были уже встречены штрафы за нарушение ПДТ. В случае, если водитель в течение года трижды серьезно нарушил правила на дорогах, то он отправится на повторный экзамен. Таким нарушением относится езда без госномера или его сокрытие. Не пропуск спецмашин, не подчинение сотрудникам милиции и превышение скорости. То есть, если водитель совершит более трех раз дорожно-транспортное правило в течение одного года, и его вина, если будет доказана, то он будет направлен на пересдачу. В тех случаях, когда судом человек лишается права на управление транспортным средством на один год, либо на три года он лишается, если он будет дальше управлять транспортным средством, то в отношении него распространена ответственность в течение ареста на пять суток. По информации инспектора, с вводом новых штрафов спустя неделю количество ДТП сократилось на 30%. Тебе Кисакова, Бегзат Машапа, ФЛТР, Бишкек.